Привет, мои хорошие! Сегодня я расскажу вам, как я познакомилась со своим мужем-англичанином. Ну, начну я с небольшой предыстории. С первым мужем я развилась в 2015 году, и после этого я все свои силы сосредоточила на работе, на карьере. Работала я так, что на личную жизнь не оставалось абсолютно никакого времени, и через несколько лет такой интенсивной работы я задумывалась над тем, что что-то не так. Знаете, как-то перед Новым годом я поняла, что я не ощущаю счастья, я не чувствую счастья. Моя жизнь, она похожа на день сурка. Всю жизнь свою я посвящаю работе и абсолютно не занимаюсь своей личной жизнью. Я решила построить колесо баланса. Кто знает, что это такое, это жизнь разделяется на сектора. И в каждом секторе нужно проставить количество, там от 1 до 10, как ты удовлетворен своим этим сектором, и какое у тебя там идет развитие. Ты полноценный человек, ты будешь чувствовать счастье только тогда, когда твое колесо, оно похоже на колесо. То есть во всех, по всем секторам примерно плюс-минус должна быть одинаковая величина. То есть тогда твоя жизнь становится гармоничной и полноценной. Но в моем случае получилось так, что у меня был весь фокус на работе, на карьере, а остальные сектора, личная жизнь моя, друзья, они были нулевыми. И я начала осознавать, что все дело как раз-таки в этом. То есть я поставила фокус своей жизни на карьере, абсолютно забыв, наплевав на остальные стороны своей жизни. И, конечно, моя жизнь совершенно не гармонична. Я задумалась над этим, и примерно в одно и то же время, буквально спустя месяц, наверное, я поехала вместе с дочкой к маме, с Саратов, ехала на поезде. С нами ехала пара, семейная, мужчина и женщина. Они были уже в возрасте, женщине было примерно 50 лет, мужчине, может быть, было 55 примерно. Сначала я не обратила на них внимания, но потом я заметила, с какой нежностью они общаются друг с другом, как они друг друга поддерживают, как они заботятся друг о друге. Например, они наливают чай, она наливает ему, он там достает какие-то вкусняшечки, и вот это все они так друг с другом так воркуют. Я так на них за ними сначала наблюдала, наблюдала, а потом я просто была в шоке от того, что как им удается сохранять такое тепло, такую заботу друг к другу. И меня вдруг осенило, знаете, что вот же оно счастье, вот такие отношения, найти такого человека, и что вот работа, это вообще не настолько важна, эта работа. Главное, это вот такие отношения, когда есть, это же просто чудесно. Я решила познакомиться с этой женщиной, я с ней заговорила первая, и вот мы с ней начали общаться. Я ей сказала, что я шокирована, настолько приятно удивлена их отношениями, и начала спрашивать у нее, как вот, что всегда ли у них были такие отношения. Но она мне сказала, что это ее второй уже муж, у нее был первый муж, у нее было очень много проблем в браке, и она к этому опять возвращалась и возвращалась, то есть у нее как замкнутый круг был. И она проработала все свои обиды с психологом для того, чтобы разомкнуть этот замкнутый круг. А после этого она написала на листе бумаги все те качества своего мужчины, которые она хочет, чтобы были в ее мужчине. И после этого она встретила плюс-минус вот именно такого мужчину. Я это уже много раз слышала, ребят, вот про то, что нужно написать на листе бумаги. Я это слышала, но я как-то это все всегда, знаете, не воспринимала всерьез. Психологам тоже я их вообще считала шарлатанами. Но здесь я вот почему-то, меня так вдохновили эти отношения, что я решила попробовать. Я проработала с психологом свои обиды из детства, у меня тоже они были. Начала стремиться к тому, чтобы начать себя любить. И взяла лист бумаги точно так же и написала там качества своего будущего мужа. Там были качества такие, человек должен быть заботливым, он должен быть ко мне нежным, но в то же время он должен быть сильным, мужественным. Человек должен иметь хорошее чувство юмора, чтобы он был обеспечен, чтобы мы могли путешествовать, смотреть мир, чтобы этот человек был умный, чтобы он был умнее меня, чтобы он был более развитый, чтобы я была вот женщиной в отношениях. Потому что в моем первом браке я была мужчиной в семье, я решала какие-то вопросы сложные, организовывала все, что нужно было. То есть я занималась вот этими всеми вещами. Здесь я хотела найти такого мужчину, чтобы в семье он был главным, чтобы он все организовывал, а я бы ему помогала в этом, как женщина. То есть чтобы в отношениях я была женщиной. Вот этого я хотела. И вот я, значит, все вот это прописала, расписала. Потом я прочитала это все, и я поняла, что такого мужчину я не повстречаю никогда. На тот момент у меня была установка, что это невозможно. Потому что, кроме всего прочего, также у меня была в качествах верность, чтобы на первом месте была семья, и я, да, уже дальше уже все остальное. И я поняла, что вот сколько я людей встречала в нашей стране. Если мужчина обеспечен, то, как правило, у него жена, у него любовница, да, либо у него за ним очередь стоит женщин, которые мечтают его увезти из семьи. Соответственно, мужчина избалован, он начинает себя вести, как барин, да, то есть он уже, у него нет ни нежности, ни заботы к его женщине, к его жене. Как правило, возможно, я просто не встречала. Есть такие люди, наверняка, но я таких ребят не встречала. Вообще сложно найти человека, который будет таким вот главой семьи, да, все организовывать, будет обеспеченным, состоятельным, он будет семью держать. И плюс еще, чтобы он был в это же время, чтобы он был нежным, заботливым, любящим, чтобы на первом месте была семья, жена, делал какие-то сюрпризы, подарки, чтобы он был еще и в это же время чистоплотным и хозяйственным. Ну, такого человека просто, ну, мужчину невозможно найти, вот так вот. Значит, я как-то уже немножко даже расстроилась, отчаялась, что вроде бы все сделала, да, все написала, все как хотела, вот именно как моя душа хочет, как мое сердце, но понимаю, что что-то я прямо вот раскатала губу. Вот. Когда человек много времени, все свое время посвящает работе, то единственная возможность, ну, одна из единственных возможностей познакомиться – это интернет. потому что времени на то, чтобы посещать какие-то мероприятия, такого у меня не было, к сожалению. Когда я пришла, зашла в интернет, ребят, там вообще была интересная ситуация. Я поняла, что, во-первых, очень много женщин, молодых, я на тот момент мне было 30 с копейками, у меня уже была дочь школьница, и я понимала, что там огромное, огромное количество женщин, девушек, начиная от самого молодого возраста, которых нет ни детей еще, ничего, и которые мечтают, просто мечтают выйти замуж и родить ребенка. Естественно, они молодые, они красивые, они ухоженные, и они там роятся. Мужчин тоже достаточно много, но из-за того, что вообще, и так по статистике мужчин в нашей стране меньше, чем женщин, да еще и когда у нас столько красивых женщин вокруг, и столько женщин одиноких, которые хотят выйти замуж, и столько молодых, да, и бездетных, то здесь, ну, ребят, просто было найти кого-то вот такого, как у меня было по списку, опять-таки невозможно. Я встречала, знакомилась, пыталась познакомиться, но люди там, мужчины были из разряда, знаете, ну что, я заеду к тебе сегодня, вот такие вот. То есть потом выясняется, что у них уже есть семья, жена, и они просто ищут развлечения, либо там любовницу себе ищут. То есть для меня этот вариант был абсолютно неприемлем. Я хотела именно серьезные отношения, серьезного человека, и вот, чтобы быть, жить душа в душу, вот как вот эта семейная пара в поезде. Еще, ребят, что я сделала, это я составила карту, свою карту желаний, где я просто вырезала картинки, я специально купила набор картинок. Я вырезала, значит, картинки, не думая абсолютно. Вот знаете, обручальные кольца, да, такие с большим бриллиантом, с большим камнем. Вот я, значит, это колечко вырезала. Значит, я вырезала свадьбу на островах, на каких-то, на пляже, да, возле океана. Там у меня были Мальдивы. Не думаю, я думаю, вот просто не буду, буду просто вырезать, буду наклеивать и буду вот смотреть, визуализировать, представлять. Вот не будет, так не будет, ну и ладно. И, значит, в какой-то момент, держа в одной руке вот этот список, который я написала, в другой руке вот эта карта, да, с вот этими бриллиантами, пляжами и отношениями счастливыми, семейными, любовью такой, я поняла, что, ну вот, что-то я сказку прям себе сочинила какую-то. Я уже готова была пустить руки, ребят, но случайно я попала на форум. Я зашла на форум, там была тема, как найти серьёзные отношения. И вот тоже многие люди, многие женщины, они тоже делились тем, что мужчина российский избалован, потому что очень много красивых женщин, молодых женщин, нормальные мужчины, они женаты. А если не женаты, то они, естественно, выберут молодую, без ребёнка. У нас, как это говорят, с прицепом, да, если женщина уже с ребёнком от первого брака, то это женщина с прицепом. И я помню прекрасно, как мне мой первый муж также говорил, когда я приняла решение, что нам необходимо развестись, он мне сказал, что ты с прицепом, кому ты нужна будешь. Вот это вот такие вот эти слова обидные. Я не знаю, почему наши мужчины настолько считают себя такими, знаете, самыми-самыми. Вот, видимо, мы, женщины, сами так сделали. Мы их настолько избаловали. И вот на этом форуме, ребят, был один такой комментарий от девушки, которая написала о разнице между российскими мужчинами и западными мужчинами, что вот она познакомилась с иностранцем, вышла за него замуж. И она говорила, что на международных сайтах мужчины ищут именно серьёзные отношения, потому что, когда женщина находится в другой стране, само собой понятно, что, значит, мужчина настроен серьёзно. То есть он не ищет какого-то там короткого приключения. То есть это именно те мужчины на международных сайтах находятся, которые действительно заинтересованы в браке и в серьёзных отношениях. Для меня вообще иностранцев, по сути, они для меня не существовали до этого момента. То есть я их воспринимала, как, знаете, как будто бы они живут вот на другой планете где-то. Я абсолютно не думала про иностранцев. У меня вообще даже в голове не укладывалось. Для меня просто их не существовало. Я решила, думаю, ну, почему бы и нет? Давай-ка я попробую. Но мой английский был очень плохой, и как раз на тот момент для работы был нужен английский. Мы делали отчёты на английском языке для собственников, которые были, часть из них были иностранцами. И я решила начать изучать английский. Я пошла к репетитору и скачала приложение там, где ты делаешь домашнюю работу, и тебя проверяют носители языка. Точно так же тот, кто учит русский язык, например, ты смотришь, кто изучает русский, кто делает домашние задания по-русскому. Ты так же их прослушиваешь, эти домашние задания, проверяешь произношение, проверяешь ошибки, и там, если что, записываешь так же голосом, исправляешь. То есть получается такое взаимодействие. И там можно себе добавлять друзей. Один был мужчина из Англии, который начал исправлять мои домашние задания, и мы с ним как-то несколько раз даже просто переговаривались. То есть я ему записываю что-то голосом на такие вот общие темы какие-то, он мне отвечает. И вот я тогда, меня осенило, что это такие же люди, как и мы, абсолютно. То есть у них, конечно, есть какие-то свои традиции, какие-то культурные отличия, да, другая страна, язык. Но это такие же люди, как и мы, у них также есть чувства, у них также есть эмоции, семьи, они едят, пьют, спят. То есть это такие же люди, просто есть какие-то культурные отличия. И вот тогда для меня вот это, знаете, как-то всё это вместе стало приходить, и я поняла, что, а почему, почему они для меня не существовали? Это же такие же люди. Также я прочитала, вот эта девушка писала на форуме, что иностранцы, многие из них ищут людей с христианскими ценностями, с семейными, да, традиционными ценностями, которые, если женщина, то она женственная, то она является женщиной. Поэтому они очень ценят вот таких вот женственных женщин, они хотят ухаживать, они хотят заботиться. И я прям думаю, да блин, это же для меня всё. Вот у меня список, вот всё как раз вот так и написано, что я хочу, чтобы вы мне заботились, они хотят заботиться. Я решила попытать счастье. И думаю, если даже что-то не получится, там не понравится мне, ну что-то, всё равно я хотя бы, во-первых, получу этот опыт, экспириенс, да, я поговорю с носителями на английском языке, что тоже для меня там даже в карьере мне поможет. То есть я посмотрела и поняла, что в этом только одни плюсы, даже если ничего не получится. И вот я посмотрела, какие сайты международные, зарегистрировалась. Для меня была главная цель, это найти вот такого человека, да, по моему вот этому вот картине, которую я себе описала вот на этом листе. Очень важно написать именно, не просто в голове держать, ребят, а вот именно написать на листе бумаги. И ещё очень важно верить. Я знаю, что это очень сложно, думаю, что да нет, а где же я такого найду и так далее. Но нужно просто всё это отбросить и вот просто вот довериться Богу, скажем так. Значит, я вот с этим вдохновлённой этим своим списком и вдохновлённая тем, что, возможно, Бог мне поможет, я составила на одном дыхании вот такой текст, который для первой странички. Первое, что он видит, это, кажется, фотографию. Если его фотографии привлекают, он заходит на страничку и видит вот это вот короткое сообщение, вот этот текст, который ты пишешь. От сердца писала, я написала, что как я хочу найти человека, которым я буду опорой, поддержкой, который будет для меня опорой, поддержкой, да, и что он будет мужчиной в наших отношениях, я буду женщиной. И вот мы вот так вот будем вместе, как одно целое, будем помогать друг другу, поддерживать в трудных ситуациях, и в горе, и в радости. Написала от души буквально в одном дыхании. Было много, ребят, писем из разных стран. Я, естественно, поскольку я английским, занималась и в школе, я учила всю жизнь английский, и в университете, и потом на работе, да, использовала английский, поэтому я рассматривала только англоязычные страны, хотя писали и из других стран, из Франции, писали из Германии, из Дании. Но из-за языка, да, я вот власть сосредоточена на именно англоязычные страны, это Англия и США. Много людей писали также из США. Но вот так получилось, что в один прекрасный день мне пришло письмо, очень интеллигентное, мне оно показалось таким вежливым-вежливым, деликатным-деликатным. Видно было, что человек очень умный, образованный, очень умный. Субтитры создавал DimaTorzok